День добрый! Как вы помните из прошлого видео мне принесли ноутбук Acer eMachines e525 с проблемой, и что не было изображения на экране. Чтобы определить, в чем именно проблема, данный ноутбук был подключен к внешнему монитору, на котором, соответственно, было изображение, то есть с видеокартой было все в порядке. Затем я заметил, что при внешнем источнике света на самой матрице ноутбука изображение все-таки есть. Соответственно, подозрение сразу упало на подсветку матрицы. Так как матрица инверторная и лампу можно заменить, так же как и инвертор, я начал разбирать матрицу и обнаружил то, что в районе контакта лампы был перегоревший провод. То есть там, где лампа соединяется с проводом, идущим от инвертора, был обрыв из-за короткого замыкания. Как я предполагаю, скорее всего, что провод истончился, и так как сила тока была слишком большой для истонченного провода, он перегревался и в один из моментов от перегрева расплавил и пластмассовый каркас матрицы. И, соответственно, сам, возможно, расплавился от перегрева, перегорел, так сказать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наконец-то мы подошли к самой ответственной части нашего видео, а именно проверке данной конструкции. Раз, два, три. Елочка, гори. Вот собственно и настал наш момент истины. С лампой все в порядке, остается только слегка закрепить контакты. Чтобы наша файка не отпаялась, я решил дополнительно ко всему укрепить электрическую и механическую связь. Для этого я буду использовать самые обыкновенные автомобильные контакты. Правда, мы отрежем от них часть и оставим только середину, ту область, где производится обжимка кабеля. Таким образом, обжав их вокруг контактов лампы и провода, в данном случае перегрева и расплавления олова, мы сохраним электрическую связь. И все будет в порядке. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...